Геометрическая форма и в наши дни вдохновляет многих изобретателей на новые открытия. Как вы думаете, что это такое? Бумеранг? Летать, наверное, должно хорошо, но не бумеранг. На самом же деле, это последняя деталь, с помощью которой на этой неделе был достроен оригинальный стол. Он, впрочем, как и вся мебель в этом доме, не имеет прямых и острых углов. Хозяин квартиры, молодой физик Дмитрий Кожевников, сделал недавно интересное открытие. Для того, чтобы жить комфортно, нужно лишь навсегда избавиться от предметов с острыми углами. Так он и поступил. Вот как говорят, именинник во главе угла сидит. Вы представляете, какой ужас? Сидит не просто на углу, а во главе, да? А здесь, в этом столе, есть центр, и поэтому именинник должен сидеть в центре. Ну, не стола, а, естественно, стула. И поэтому специально для стола именинника сделан специальный стул. Такое маленькое подобие стола, декоративная табуретка, рассчитана для мужчин и женщин. Дмитрий предусмотрел здесь все до мелочей. Даже, например, вот такие специальные вырезы для ног, дабы чувствовать себя человеку комфортно. Но особая наблюдательность мастера привела к открытию еще одного интересного факта. Мужчины интуитивно садятся на стол с его выпуклой стороны. Женщины же, наоборот, предпочитают восседать среди друзей только таким вот образом. Почти вся мебель в этом доме соответствует требованиям древнекитайского искусства фэншуй, сторонники которого утверждают, что острые углы вызывают у человека агрессию, напряжение и ощущение опасности, которые он чувствует лишь на подсознательном уровне. Эта идея, она как бы имеет много следствий. То есть можно сделать любые такие полочки, можно сделать такую кровать, можно сделать такой стол, за которым сидеть удобно. Я вам даже полку сделал такую. Вот эта идея сама о том, что об волновом устройстве мира, она имеет массу других применений. Поэтому сейчас Дмитрий заканчивает работу еще над одним проектом, конструктором «Магиум», который так необходим для развития у детей пространственного воображения. Когда конструктор будет готов, мы об этом обязательно расскажем.